Вулканы На небольшой территории Исландии вы без труда насчитаете более 100 вулканов. Центральная часть Исландии непригодна для обитания. Это царство вулканов, многие из которых действующие. Но я хочу рассказать вам про самый уникальный из вулканов. Вулкан Трихнюк-Кайгюр. Это единственный вулкан планеты, к которой можно спуститься. Он находится в 30 километрах от столицы страны Рикьявика. Трихнюк-Кайгюр, по подсчетам ученых, спит уже около 4000 лет. Спуск в него совершенно безопасный и невероятно запоминающийся. Побывать в жерле вулкана, откуда пусть и несколько тысячелетий назад извергалась лава, это без сомнения захватывающие приключения. Посетители опускают внутрь на специальном устройстве, прикрепленном к крану. Они погружаются на глубину примерно 120 метров и оказываются подвешенными в воздухе в огромной пещере 50 на 70 метров. Тут легко могла бы уместиться статуя свободы. Привет, дорогие друзья, с вами профессор Гуглов, и сегодня я вам расскажу удивительные факты про Исландию. Дальше туристам дают вдоволь изучить подземное царство. Корзину опускают на застывшую лаву. Внутри вулкана даже можно побродить. Кратер впечатляет своими размерами и рисунком лавовых пород. Стены тут всевозможных коричневых оттенков с красными и багровыми вкраплениями. Лава застыла в причудливых формах, образовав на стенках какие-то невероятные скульптуры. Сложно поверить, что несколько тысячелетий назад тут все было в огне. Это одно из лучших мест планеты для того, чтобы проникнуться стихией природы и почувствовать всю мощь вулкана. Северное сияние Одним из лучших направлений для того, чтобы увидеть северное сияние, является Исландия. От своих прямых конкурентов в Швеции, Норвегии или Финляндии страна отличается мягким климатом, то есть любоваться яркими красками над головой можно, избежав лютых морозов. За это следует поблагодарить Гольфстрим, сделавший погоду в Исландии сравнительно теплой. Зимой в Рикьявике температура редко опускается ниже минус 5 градусов. Точно узнать, когда появится северное сияние, невозможно, но чаще всего оно возникает ясными, холодными, безветренными ночами. Феминизм Исландия известна своей целомудренностью, причиной которого является не пуританство, а расцвет феминизма. С 2010 года Исландия единственная страна, где на законодательном уровне запрещен стриптиз. Хотя на купаниях в горячих источниках целомудренность к ноготе не сказывается. Здесь присутствует порядок, как при посещении бассейна. Прежде чем нырнуть в источник, нужно принять душ. Здесь туристы и сталкиваются с небольшими трудностями. Душевые, хоть и разделены по гендерному признаку, в основном без дверей. А принимать душ перед источниками принято полностью обнаженными. Население Численность населения составляет 364 134 человека. 95% населения проживает в городах и поселках. 40% сконцентрировано в Рикьявике. Второй по величине город – Коуповагюр – 18 тысяч. Третий – Акурейри – 16. 20% территории не заселено. Этнический состав однородный. 99% составляют исландцы – потомки норвежцев и ирландцев. Исландский язык относится к германской группе, почти не изменился со времен первоначального заселения. Современные исландцы легко читают оригинальные тексты древних саг и могут проследить свою генеалогию за 10 веков. Этнический состав населения, природные условия и хозяйственная деятельность сближают Исландию с Норвегией, что проявляется в ряде существенных черт их народов. Все очень дорого Исландия занимает второе место в мире по показателю стоимости проживания, уступая еще более дорогой Швейцарии. Тройку замыкает Норвегия. Во-первых, это вызвано географическим положением страны. Изолированное местоположение обуславливает высокую стоимость импорта товаров. Вторая причина – ограниченные трудовые ресурсы. И, как следствие, высокая стоимость рабочей силы. В стране даже приходится привлекать иностранных сотрудников, особенно в секторах рыболовства и туризма. Еще одним фактором, обуславливающим высокие цены на некоторые товары, являются налоги и импортные пошлины. Так, в Исландии очень высокие налоги на алкоголь и топливо. Самый богатый человек в стране Проживающий в Лондоне Тор Бьюр Голфсон – единственный исландский миллиардер. Его состояние составляет 1 миллиард 270 миллионов долларов. Бьюр Голфсон занялся бизнесом в 1990-е годы в Санкт-Петербурге. Здесь он основал компанию по производству пива и слабоалкогольных напитков «Браво Интернешнл». Тот самый, который выпускало пиво Бочкарев. Позже бизнесмен начал скупать активы Висландии и строить собственную бизнес-империю. В финансовый кризис 2008 года Висландии пошатнул бизнес Бьюр Голфсона, и он был вынужден распродать его большую часть. Однако после он сумел вернуться в список Форбс. Сегодня Тор Бьюр Голфсон – председатель финансовой фирмы Straumur Burdaras и председатель инвестиционной компании Novator Partners. Его самый ценный холдинг – доля польского телекоммуникационного оборудования Play. Кроме того, он инвестировал в стартапы, такие как онлайн-платформа Zwift для внутреннего велосипедного спорта, а также исландские MMG компании CCP Games. Педофильный скандал В 2017 году правительство Исландии потряс скандал, связанный с семьей премьер-министра Пьярни Бенедикстона. Отец политика подозревался в том, что скрыл от закона преступление, совершенное его знакомым, подозревавшимся в педофилии. Проблема в спорной юридической практике, имеющей место в Исландии. Гражданин имеет право дать поручительство за другое лицо, ранее отбывавшее наказание за тяжкое преступление. В этом случае сведения о судимости этого преступника удаляются, таким образом он оказывается чистым. Бенедикт Свейнсон, так зовут премьера отца Пьярни Бенедиктсона, в Исландии нет фамилий, но приняты отчество, дал такое поручительство за некоего Хьялте Сигурьона Хаукусона, который был осужден за многократное изнасилование своей падчерицы. Рекомендательное письмо держалось в тайне, но, как утверждают исландские СМИ, премьер-министр был в курсе того, что его отец помиловал педофила. Это происшествие добило репутацию премьера. Дело в том, что сам Пьярни Бенедиктсон фигурировал в так называемых панамских архивах, вскрытой за год до этого базы данных панамской компании Мосакфонсека. В ней говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, которым причастны бывшие действующие главы государств и более ста политиков и знаменитостей. Пять тысяч долларов в месяц за брак с исландкой В Исландии катастрофическая демографическая ситуация. Женщин здесь практически в два раза больше, чем мужчин. Понимая, что такими темпами остров скоро превратится в царство амазонок, правительство Исландии приняло решение выплачивать по пять тысяч евро каждому иммигранту, который возьмет в жены местную девушку. Отмечу, что коренных исландских мужчин трудно привлечь таким предложением, ведь средняя зарплата здесь составляет 10 тысяч 800 евро, и вступать в брак еще ради пяти тысяч никто не горит желанием. Кроме этого, по данной программе подразумевается автоматическое получение гражданства. Так что если вы мужчина и у вас есть желание перебраться жить в богатую страну и найти себе там роскошную исландку, дерзайте. Самый необычный отель Самый необычный отель The Five Million Star Расположенный в живописном лесу рядом с исландским городом Скаульхольд. Номера эко-отеля имеют совершенно невероятный вид. Это установленные на деревянных основах абсолютно прозрачные, похожие на мыльные пузыри, сферы. Они расположены в лесу и создают эффект полного погружения в окружающую природную среду. Оригинальная идея создания в исландском лесу необычного отеля принадлежит его владельцу Роберту Робертсону. За основу была взята разработка прозрачных хижин французского дизайнера Пьер Стефан Дюма. В своем проекте он постарался воплотить идею комфорта и единения с природой. Запрет на пальмовое масло Исландия к концу 2018 года запретила использование пальмового масла в собственных продуктах. Запрет распространился только на продукты, которые производятся в пределах страны. Продукты других производителей могут содержать пальмовое масло. Такие меры призваны замедлить уничтожение тропических лесов. Их вырубают, чтобы освободить место для производства пальмового масла. Пальмовое масло на данный момент – это самый дешевый растительный жир, который существует. Его минус заключается в том, что температура плавления выше 40 градусов, то есть, попадая в тело человека, оно не растворяется. Пальмовое масло можно найти в составе многих продуктов, начиная от арахисового масла и шоколада до лапши быстрого приготовления. Туризм В Исландии можно отдыхать по-разному и, в принципе, в любое время года. Но чаще всего сюда приезжают для того, чтобы смотреть, и не важно на что, ледники, гейзеры, вулканы, китов или птичьи базары. Именно поэтому самый популярный вид туризма в республике – экскурсионный. Первое, что стоит посмотреть по приезду в Исландию – гейзеры. Второй по популярности достопримечательностью страны являются ледники. К самому большому в Европе покровному леднику, с невообразимым названием «Ватнаикудль», стоит приезжать в теплую погоду, одевшись, как для зимы. Это ледяное плато расположено в юго-восточной части Исландии и занимает по площади примерно одну седьмую часть острова. После гейзеров и ледников отдыхающим кажется, что ничто больше их не удивит на этом острове. Но стоит лишь приехать на знаменитый водопад Гулфос и понять, что природа одарила этот край чудесами невероятно щедро. Гулфос – это европейская Ниагара. Он находится в долине реки Хвитау на юге Исландии. Кроме этого, с золотого водопада большой популярностью пользуются еще два – Годофос и Дитифос. Они более мелкие, но по красоте и величию не уступают Гулфосу. Белые ночи Исландия расположена в северной части Атлантического океана, лишь немного южнее условной линии Северного полярного круга, или 66-й параллели северной широты. Если сказать точнее, то как раз на этой параллели лежит небольшой исландский островок Гримсей, а сама Исландия находится все-таки немного южнее полярного круга. Поэтому в Исландии не бывает такого явления, как полярный день, когда солнце практически не опускается за горизонт и светит 24 часа в сутки. Зато каждое лето в Исландии наступает длинный период прекрасных белых ночей. Четвертую часть года, примерно три месяца, в этой северной стране не бывает полной ночной темноты. Начиная с первой половины мая ночи становятся не темными, а просто сумеречными, похожими на вечера. Солнце опускается за горизонт лишь около полуночи и совсем ненадолго. Солнце опускается за горизонт лишь около полуночи и совсем ненадолго.